Приветствую друзья! За это время произошло много всего интересного, поэтому наливайте огромную кружку чая и мы начинаем. В предыдущих сериях я с помощью импровизированного стенда измерял параметры своего парового мотоцикла, и они оказались весьма скромными, поэтому я приступил к модернизации двигателя. А именно, я изменил конструкцию клапана, продвинув ее почти на сотню лет вперед, и просверлил дополнительные отверстия для пара, чтобы увеличить сечение паровых каналов. Теперь пора двигаться дальше. Но сперва я хотел бы отдельно поблагодарить людей, которые жертвовали деньги на мой проект, ведь именно за их деньги были вытащены новые клапана, новый поршень и расточен цилиндр. Так что, как вы видите, даже очень небольшая сумма денег может превратиться в какие-то оригинальные детали. Заказать токарям, чтобы они вытащили детали по моим чертежам было просто, а вот с цилиндром была целая история. Это оказалось очень непростым делом. Цилиндр обязательно нужно было растачивать, потому что, во-первых, он был овального сечения, во-вторых, там есть какие-то кривости, косости или мятины, которые привели даже к посинению от большого трения. Но никто в моем городе не хотел браться за эту работу. Одни говорили, что не могут поймать соосность цилиндра, другие не хотели портить резцы, а не ржавейку, а третьи говорили, что не хватит длины их инструмента. В итоге мне решился помочь один из наших талейских байкеров Сергей. У него есть особая установка резкой проволокой. Я такой технологии раньше не видел. Тем не менее, мы с ним долго пообсуждали, долго примеряли, как это можно сделать. И в итоге, через 12 часов работы станка получился идеально ровный цилиндр. Разумеется, после резки проволоки в цилиндре осталось очень много различных полосок, поэтому я очень долго и трудно, практически два дня, шлифовал цилиндр различными шкурками с помощью своего сверлильного станка. Но, друзья, результат того стоил. Получилась идеальная ровная зеркальная поверхность, через которую можно было даже смотреть на все вокруг. Разумеется, после того, как расточили цилиндр, старый поршень уже не подходил, нужно было его заменить. Но сделать я его решил немного иначе. Сейчас покажу, как устроен старый поршень. Это всего лишь два железных диска, которые зажимают фатропластовые кольца. Из-за отсутствия тепловых зазоров, кольца при нагреве так сильно расширялись, что на горячем двигателе поршень ходил очень туго, практически клинил, и это забирало огромное количество мощности двигателя. Новый поршень я спроектировал сплошным, и для удешевления сделан он был из простой стали, а именно вытащили мне его из куска кувалды. Но теперь, чтобы он от воды не зажавел и не сгнил, его следовало заворонить. Это означает, надо его раскалить до красна и опустить в отработанное масло. Практика показала, что такие детали в двигателе чувствуют себя превосходно, и с ними практически ничего не происходит. После того, как это было сделано, я накрутил поршень на шток и вырезал два фатропластовых кольца нужного сечения и диаметра. Обратите внимание, что кольца должно быть именно два, так как они не сплошные, имеют тепловой зазор, и два кольца, плотно прижимаясь друг к другу, перекрывают соседний тепловой зазор. Получается, что в этой конструкции есть и герметичность, и в то же время кольца могут быть подвижными для своих тепловых расширений. То есть, им есть куда расширяться, а значит они не будут клинить в цилиндре. Далее предстояло сделать огромную работу с паровыми каналами. Во-первых, надо было расширить сечение каналов, во-вторых, надо было создать дополнительный канал, соответствующий новому отверстию в парораспределительном блоке. И в-третьих, увеличить сечение входа в цилиндр. Поэтому далее последовала очень долгая и кропотливая работа с фрезами. За несколько часов работы маленькой фрезой я раздурачил алюминия настолько, насколько это было вообще возможно. Но получилось очень хорошо, я был с собой доволен. Итак, посмотрим, что я тут сделал. Во-первых, я увеличил сечение вот этих вот отверстий, чтобы пар мог быстрее затекать и вытекать из цилиндра. Кроме того, поскольку у нас наша парораспределительная система теперь имеет два окна для выхода и входа пара, я пробурил вот такое вот дополнительное отверстие, в смысле, дополнительный канал под второе дополнительное отверстие. Поэтому сечение обоих каналов будет складываться. Это позволит двигателю работать гораздо быстрее и с большей мощностью. Из-за того, что новая продвинутая система парораспределительных клапанов позволяет серьезно укоротить паровые каналы, ненужные остатки паровых каналов следовало заварить. Ну, то есть, их укоротить. Для этого потребовалось варить алюминием. Сразу хочу сказать, что это очень непростая задача. Сваривать алюминий это очень сложное замороченное дело. И вот такой вот ужас ужасный у меня получился. Но, тем не менее, вся физиологичность, все, что нужно, здесь сделано. Осталось, как говорится, приложить усилия. Ну, или еще есть поговорка обработать напильником. Этим сейчас я и займусь. Вкратце расскажу, что было сделано в двигателе. Это у нас парораспределительный блок, здесь ходит золотниковый клапан. Это основной поршневой блок, здесь ходит поршень. Теперь после модернизации пар будет выходить не с одного отверстия, а сразу с двух. Это позволит существенно увеличить сечение паровых каналов, а значит пар будет быстрее наполнять цилиндр. Соответственно, я увеличил отверстия входа пара в цилиндр и раздвоил каналы так, чтобы они совпадали с этими отверстиями для пара. Также во все острые углы я наплавил алюминия и зашлифовал их таким образом, чтобы все переходы были плавными, чтобы не возникало никаких завихрений, кавитаций и ничего не тормозило скоростной поток. Еще я вырезал вот такую второпластовую прокладку и тщательным образом подогнал все отверстия. Все необходимые изменения, которые я запланировал сделаны, теперь двигатель можно собирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА